Всем привет, с вами Ольга Дуброва. Сегодня я вам расскажу, какие многолетники можно без хлопот вырастить из семян. Ну вы знаете, что раз есть семена, то значит можно и из них что-то вырастить. Но не все многолетники такие простые. Кому-то надо определенные условия, кому-то надо холод, кому-то тепло, кого-то надо вот прямо свежим высеять. Я вам сделала подборку, наверное, 10 или 11, не помню, посчитаем. Тех многолетников, которые вы сможете посеять совершенно без проблем. И они вас порадуют. То есть не будет у вас огорчений, они наверняка вырастут. Они вполне себе современные, и в дальнейшем они растут хорошо, и делятся хорошо, и семена дают хорошо. То есть все с ними должно получиться гладко. Итак, первый многолетник это невянник. То, что иногда называют просто ромашкой. Ромашка-ромашки рознь, но это невянник. И очень много сортов. И разной высоты, и компактные, и высокие, и махровые, и полумахровые. И серединка видна, и серединка вся из белых лепестков. Ну, цветков, по-настоящему сказать надо. Очень интересный сорт. Называется Шаста Дейзи, у которого лепестки не закругленные, а рассеченные, будто бы свернутые. Ну, короче, такой вот лохматик. Очень эффектно смотрится. Невянник всем нравится, потому что букет из ромашек в магазине не купишь. А очень приятно получить такой вот романтический букет. Когда его посеять? Лучше посеять в ирле месяце. И сходит он достаточно быстро. Если вы будете соблюдать температурный режим, не забывать увлажнять почву, значит, сразу скажу вам, что никому нельзя, никакому растению позволять, чтобы высохла почва, когда мы сеем. И нельзя переувлажнять. То есть мы должны следить за умеренным увлажнением на стадии прорастания. Проветриваем. Мы вот когда посеяли, укрываем, что у кого есть пленочка, стеклышко, пластиковая какая-то крышечка в контейнере. Регулярно проветриваем. И для всех ниже мной перечисляемых растений достаточно температура 20-22 градуса. Может и опуститься до 18. Но желательно, чтобы эта температура сохранялась постоянно. Все эти вы их будете с февраля, март, можно и апрель. Ну и в принципе такая температура уже найдется. Не надо будет вам не подогревать, не досвечивать. И света им хватит. Поэтому все должно получиться. Все ниже перечисленные растения, мною впереди, они зайдут через 5-7 дней. Ну, начало будет. Потому что если собственные семена, то энергия прорастания у них будет различная. Если семена покупные, то в принципе всходы должны быть дружные. И если прошло 2 недели, 15 дней, там уже не говорю про 18, если всходы у вас не появились при вот этой температуре и влажности хорошей, то тогда пересевайте. Поэтому если приобретаете пакетики, там семян много, оставляйте запас на случай, если что-то пойдет не так. Следующее растение. Рудбекия. Рудбекия любая. Это может быть и блестящая фульгида, и нетида, и гибридная. Ну, гибридная, она как бы такой малолетник. Она может даже и сама насеяться у вас. И Рудбекия лацината. Все они замечательно всходят. Тоже в течение 5 дней начинают появляться первые проростки. И затем растение абсолютно устойчивое и неприхотливое. Его никто не кушает, болезни не поражают и будет радовать своими разноцветными, искрящимися головками. Очень украшают цветники. Следующее растение – это синеголовник. Синеголовник чем хорош? Ну, он такой вот вечный цветок. Его потом по осени можно срезать и пустить в букеты, а можно оставить, любоваться заснеженными. Он будет смотреться, как будто бы хрустальный стоит. Цветение синеголовника продолжительное. Мало того, что он и сам такой вести себя. Практически сухоцвет. И цветет он, начиная с июня месяца и по сентябрь. Эхиноцея – замечательное растение. Много сортов. Генетически здоровое растение. Ну, некоторые сорта там более капризные. Выбирайте сорта со светло-лиловой окраской соцветия, потому что они будут более устойчивые, более неприхотливые. Посейте в феврале и, возможно, даже в текущем году она у вас зацветет. То же самое касается и невянника, и рубики. Дороником. Дороником восточный возьмите. Это растение, которое просто тоже заискрит ваш цветник, а желтым цветом заполонит. Такие цветочки правильные, все аккуратненькие, крепненькие. И цветение придется на, можно сказать, такую позднюю весну. Это май, июнь, месяц, когда еще, в принципе, не так уж и много цветов в ваших садах. Гайлардия для кого-то может показаться простоватым, но она хороша тем, что совершенно беспроблемная. Сходите, она будет. Начало сходы появится через дней 7, затем они более дружные, и должны проростки уложиться дней 14. Смело их пикируйте, когда появятся первые настоящие листочки, и в этом же сезоне она у вас зацветет. Некоторым сортам высокорослым не забудьте поставить опору сразу же, потому что многочисленные цветки на этом одном кусте даже, они просто будут валить растение, и оно будет разваливаться. Поэтому вяжите, и это будет такой настоящий красивый вазон у вас в одном месте. Агастахи давайте добавим немножко аромата в нашу клумбу. Агастахи имеет красивые, длинные, насыщенные фиолетовые соцветия, либо голубые, в зависимости от сорта. И к тому же можно добавлять в чаи. Привлекает различных насекомых, потому что является медоносом. Можно использовать при составлении букетов. Можно засушить, хотя и не является сухоцветом, но хорошо сохраняет цвет, и вот эти вот соцветия удлиненные, они не осыпаются, а долго будут стоять в сухом букете. Различные многолетние гвоздики, особенно гвоздика травянка. Она вообще стартует очень быстро, если семена хорошей всхожести, то через дня три появятся первые всходы, дружные, здоровые, жизнерадостные. И цветение гвоздики в текущем году скорее всего не наступит, но зато на следующий год, когда она возьмется в силу, то это будет у вас просто вот такой пышный ковер. Можно сажать где-то вдоль дорожки, на каменистой горке, ну, кто во что гораст. Еще одна очень красивая гвоздика, называется вид серо-голубая, тоже имеет дружные всходы, цветочек небольшой, но зато их очень много. Гонокостики многочисленные, красивые цветочки будут дружно украшать и совершенно неприхотливые. Многие знают лен, который используют для текстиля, но хочу обратить ваше внимание на многолетний лен. Он бывает крупноцветковый, у которого красная окраска, практически красная такая карминная, и цветок диаметром сантиметра три, а еще есть лен, который называется декоративный, и это вот тоже чудо просто. Цветение его длительное, не знаю, почему его мало используют, потому что тоже растение неприхотливое, хотя, ну, по продолжительности жизни не такой уж он и многолетник, ну, на 3-4 года хватит, зато потом легко его и пересеять, а может и сам он у вас насеется, а можно делением куста его размножить через два года. И цветет он с начала лета и до самой поздней осени. Вот этот ковер, не ковер, а колышущееся море голубых цветков смотрится просто изумительно. Еще одно растение такой вот светло-лиловой голубой окраски, бледно-лиловой окраски, это скобиоза кавказская, тоже абсолютно неприхотливая, и светение длительное, и сходит она хорошо, и не надо никаких стратификаций. Цветки необычные формы, вы сами их увидите. Цветет, включая октябрь, а может быть и до ноября. И диаметр соцветий достаточно крупноватый, 7-8 сантиметров. Ну вот, мне кажется, это штук 10 мы уже набрали, поэтому высевайте эти многолетники, и возможно в текущем году вы уже порадуетесь их цветением, и все у вас получится, и вы будете рады тому, что вы умеете сеять многолетние растения. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин